Играет той же Митевой в 60-х. И слышите тот свист? Он был легко предсказуем. Дело в том, что Гараева, я уже начал об этом говорить, выступает от себя. В том смысле, что она уверена, что если всё своё она сделает, то её никто не догонит. Ну, кроме наших, разумеется. Её соперницы вынуждены уповать на ошибки Алии, просто потому что у неё несколько сложнее программа. И при этом сами они должны понимать, что им ошибки вообще противопоказаны. И вот украинка Алина Максименко уже слишком много потеряла, боюсь, в борьбе за медаль. Я так опрометчиво, может быть, вычёркиваю её из списка претенденток на награды, но, пожалуй, отважусь это сделать. Здесь вычёркивать никого нельзя. Бывает всё, это же спорт. Это же всё-таки, вот, видишь, Нета Ривкин, которая, в принципе, сделала колоссальный прорыв для команды Израиля. Заняла бронзовую медаль, первый раз в своей жизни, в принципе, на чемпионате мира. И вот допустила ошибку. Заметь, на том же элементе, в котором она ошиблась и когда был финал в упражнении с мячом. Заметь, на том же элементе, в котором она ошиблась и когда был финал в упражнении с мячом. Заметь, на том же элементе, в котором она ошиблась и когда был финал в упражнении с мячом. Потому что выиграла она уже эту самую бронзовую медаль. Ну, я не знаю, как вот можно отрешиться от того факта, что задачу на чемпионат уже выполнена. Можно отрешиться. Здесь работают амбиции. Все же девочки мечтают о чем-то. И она, естественно, как и все, мечтает. Коля, она почувствовала. Вот руки мокрые, она сказала сейчас. Руки такие мокрые. Видите, из зал свистит. Вот я помню, у нас Оля Белова клеила клей-момент руки на одном из чемпионатов мира. Выполняла один-единственный вид мячик. Вот. Бросочков было мало. Максименко надо было подсказать. Клей это сильно. Клей, да. Только Белова могла додуматься. Главное потом не подпирать руку и щеку. Так как и пойдешь к доктору. Искренне желаю удачи Нете Ривкин. Хорош ошибаться. Вот она и Дельфин Лидо, ну крайне неудачно, выполнили по оба, по два упражнения в первом и втором раундах. Ну, Ната соберется сейчас. Уверена. Ага, не уверена. Пошли макраме. Ладно. А узел это три десятые, между прочим. И пропущенное время, которое сейчас нужно нагонять. Ну так ладно, да? Я к тому, что Арина Максименко, получается, отстает сейчас тут идущий третий. Ну, еще не выходил на площадку Кондакова, но так, что называется, предположительно третий. Сильвий Митевой больше, чем на бал. Отыграть такой за один вид не смешно, к сожалению. Да. И даже не очень грустно, потому что, к сожалению, для болельщиков украинской гимнастики уже привычно. Следовательно, если кто и помешает болгарской гимнастике стать бронзовым призером... Алия Гараева. Она тоже вряд ли слишком много проигрывала после двух видов. Скорее, остается самый реальный ее заперкнется и любовь Черкашева, и ее выход на ковер тоже впереди. Ну, ничего, вот хочется найти, пожелать, чтобы она не расстраивалась и собралась на последний вид. На заключитель. Я учусь, Денис, стараюсь. Зрителей я не занимаюсь, я уверен, многих уже начинает одолевать... Не скука, нет. Ну, просто сколько ж уже ждать, когда ж мы наконец узнаем, кто стал абсолютной чемпионкой и все такое прочее. Но, по крайней мере, она все еще улыбчива. Ты знаешь, я не делаю прогнозов, я лишь разбираю вероятности. Вообразим, что Евгения Канаева не выиграет сегодня титул абсолютной чемпионки мира в третий раз. Нет, я не хочу об этом говорить. Минуточку. Ну, и не надо, да? Да. Я произнесу все это сам. Не так уж это будет и плохо. Даже для нее самой. Я понимаю о чем-то, что в Олимпиаде, да. Да, 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 да. Была такая гимнастка, которая три года никому ничего не проигрывала, а потом облач на Олимпиаде уронила. Да, да, да. Лучше сейчас, как говорится. Ты уже употребляла термин «выпустить пар». Его важно выпустить, потому что иначе котел взорвется. А взорвется тогда, когда жар сильнее всего. А Женя не ошибалась. Все эти турниры, которые мы комментировали, так грубо. Это не мы комментировали, так грубо. Она не ошибалась. Да. Спасибо. Ну а тем временем Нета Риткин завершает свое выступление на мировом чемпионате во французском Монт-Пелье. Субтитры сделал DimaTorzok Ай-яй-яй, да что ж такое? Да, сегодня просто день обучи какой-то. Третий. Уже если не четвертый, вылетается ковер. У Алябьевой, у Митевой, у Неты Ревкиной и еще у пары гимнасток прошло упало. Поразительно, да. Вот они, нервы. Как ни странно это звучит, в этом смысле олимпийский турнир попроще. Там нету финалов в отдельных видах. Нету. День квалификации. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok